Всем привет! Сегодня у нас такое видео в первый раз на моем канале. Это моя личная инициатива. У меня есть знакомая, она является моей подписчицей, но эту женщину я знаю в реальной жизни. Мы с ней общаемся, общались, уже много лет я ее знаю. Ее зовут Таня, она живет в Мармарисе. Она меня об этом не просила. Это моя, повторюсь, личная инициатива. На своем канале я делаю это впервые. Сложилась такая ситуация, что ее супруг болен, и мы с вами в силах на данный момент, это происходит рядом с нами, рядом с тобой, со мной, мы с вами в силах помочь этой женщине, помочь их семье. Давайте я немножко сначала расскажу вообще о Тане, а потом я хочу зачитать ее пост, который она сделала в своем инстаграме. Она, кстати, ведет блог, называется «Мармарисянка.Блог. Все о жизни в Мармарисе». Но не из числа таких социально-бытовых вариантов, более массового, развлекательного характера, куда пойти, чтобы посмотреть такого культурно-досугового варианта. Таня уже много лет живет в Мармарисе. Она переехала сюда, вышла замуж и переехала со своей дочкой от первого брака. Муж у нее турок, и они родились с сыночкой. У них сын, он пошел в 6 лет, он пошел в первый класс, а дочка уже подросток. У них замечательные, хорошие отношения в семье, друг друга любят, уважают. Но у него муж абсолютно здоровый человек, и так сложилось, что буквально недавно, полгода назад, он заболел. Он обратился к врачу, и у него был, скажем так, не очень хороший диагноз, но с очень хорошими прогнозами, потому что ее супруг, он очень молодой, ему 36 лет, и он никогда не болел, и всегда проблем со здоровьем у него не было. Сейчас я зачитаю Танин пост. Друзья, наша семья в большой беде. Моему мужу Селлахатину Ишлек всего лишь 36 лет, и он уже 7 месяцев борется с раком сигмовидной кишки. Пройдено 6 курсов сложнейшей химиотерапии. Я не буду зачитывать название термина, какие-то медицинские, тут все это подробно написано, и всякие скрины, документы фотографий, документов обследования, все у нее в блоге, в фейсбуке, я на все оставлю ссылки в инстаграме, все это есть, кто не доверяет, вы можете посмотреть, проверить, в печати и все прочее. 6 декабря 2019 года была сделана операция по удалению опухоли и метастаз. Удалены 22 сантиметра кишечника и 65 лимфматических узлов. Прогнозы от всех врачей были только положительными. Молодой возраст, хороший анамнез в прошлом, отсутствие вредных привычек, и действительно он стал себя прекрасно чувствовать и восстанавливаться. 24 января 2020 года, это вот буквально девочки три недели назад, начались сильные боли. Мы обратились в ближайшую клинику к хирургу, и доктор Юн Сал сказал, что нужна экстренная операция в течение одного часа. По результатам операции выяснилось, что у мужа возник перитонит всего кишечника. Пришлось вывести илиостомы, это колоприемник из тонкого кишечника. 17 февраля 2020 года на встрече с онкологом мы узнали, что по результатам анализов опухоли у мужа выявлена мутация в гене Браф. Чаще всего это такая мутация встречается у людей, больных меланомой, раком кожи, раком щитовидной железы или яичников. И только у 8 больных из 100, то есть это 8%, болеющих раком кишечника, встречается эта мутация. И в эти 8% попал мой муж. Что такое мутация гена Браф? Это самый быстрый агрессивный вид рака. Мы проконсультировались у двух известнейших профессоров-онкологов Турции. И лечение, по мнению первого доктора, нужно лечение препаратом Зелбураф, минимум в течение 6 месяцев. Это лекарство не оплачивается государством. Одна пачка Зелбурафа стоит 4660 лир. В месяц нужно 4 пачки, итого 18640 лир в месяц. Лечение минимум 6 месяцев, итого 111 840 лир. Второй доктор предлагает сначала узнать, какой процент активности мутации гена Браф. И по результатам исследования назначит лечение. То есть я хочу отметить, что лечение у этого человека абсолютно возможно. Хотя у него очень агрессивная форма рака, но его спасти можно. Этот анализ называется MDR. Делается только в Америке. И стоимость первого анализа 3500 долларов. Второй и третий анализа стоят 1800 долларов. Итого на анализы нам нужно 7100 долларов. К сожалению, денег у нас нет. Летом вы нам уже помогали. У нее есть блог, она писала об этом в Инстаграме. Потом мой муж получил выходное пособие с прежнего места работы. 50 тысяч лир. Но они потрачены на обе операции. И, как понимаете, он дееспособен, он не может работать, он болеет. У них двое детей школьного возраста. И на Тане улегла вся забота о семье, о муже, о детях, об уходе. Так она, в принципе, да, на ней эта вся забота была. И она подрабатывала. Но на данный момент просто физически она не может еще и работать. То есть она ухаживает за мужем, за детьми. Она с ним занимается его здоровьем. С ним везде его сопровождает. По вот этим встречам с докторами. На данный момент, когда я снимаю видео, она находится на консультации в Анкаре у онкологов. Вот, которые говорят об этом лечении и просят эти деньги. Я прошу вас о помощи. И наша семья не может справиться с такой огромной проблемой в одиночку. Прошу вас, помогите, пожалуйста, собрать деньги хотя бы на анализ МДР. У нас уходят непосильные для нашей семьи деньги на анализы, консультации. К этому добавятся еще и ежемесячные расходы на покупку колоприемника, ухода за этой эластомой. И даже по скидке с ЭГК на этот минимум уходит 500 лир в месяц. У нас двое детей. Лизе 15 лет, она учится в лицее. И Мелиху 6 лет, он учится в первом классе. Я не справляюсь одна со всеми проблемами. Пожалуйста, помогите. Я оставлю все ссылки. Ее сотовый телефон, ее пост на Фейсбук, ее Инстаграм, расчетный счет, ее супруга турецкую карту. И еще у нее есть карточки Сбербанка, ее родной сестры в России и ее знакомых двух подружек в Мармарсе, которые непосредственно с ней кататируют. Если вы можете сделать какой-то перевод на рублях на карточку Сбербанка, то они могут пойти тут же, например, в Денисбанк и снять эти деньги, их забрать. То есть это не проблема для тех, кто живет на территории Российской Федерации. И сейчас я вам хочу рассказать, почему я впервые такое. У меня, я не знаю, это какая-то, ну, в судьбу можно верить, да, проведение судьбы. Я почувствовала, просто она говорила в Инстаграме о том, что вот мы на обследовании. Я в один момент просто поняла, что ей нужна моя помощь. Я это каким-то образом почувствовала. Потому что именно когда мы с ней... Я вам говорила, что несколько лет назад у меня был стресс огромный. Я очень тяжело физически переживала, я болела. И когда по воле судьбы у нас была личная встреча с Таней, в тот момент мой близкий родственник умирал точно от такого же диагноза, который сейчас у ее мужа. У него были точно такие же там последствия и все прочее. И я, возможно, я перенеслась в своей голове на все эти годы, на три года назад. И я прекрасно понимаю, в какой ситуации находится Таня, когда ты готов отдать все, даже когда у тебя уже ничего не осталось, за то, чтобы спасти твоего любимого, близкого человека. И дело-то в том, что его спасти можно. Есть вот этот препарат, есть врачи, которые готовы лечить, но общая СГК-страховка, она это не покрывает. И просто у них уже нет денег на это, понимаете? У них просто ничего уже нет, они потратились. И каждый месяц эти траты, естественно, возрастают, возрастают, но это ближайшие полгода. Просто мы, никто из вас не застрахован от этого, понимаете? Как говорит моя мама, не оскуднеет рука дающего. И если у вас есть возможности, не говорю о огромных суммах, 50 рублей, 100 рублей, больше не надо. Просто мы можем взять этим количеством нашим, да? У меня больше 50 тысяч подписчиков. И если каждый из вас отправит хотя бы маленькую копеечку, не пожалеет на это дело, то мы сможем помочь этой семье, которые в данный момент, вот сейчас онлайн рядом с нами нуждаются в этой помощи. Потому что просто Таня одна с этим справиться не может. И на ее плечах просто непосильная физическая ноша. Два ребенка, дом, муж больной, за мужем нужно ухаживать. И плюс еще вот это финансовое, то есть она все это тянет, но вот это уже последнее финансовое бремя, которое на их семью легла, ну это просто все. Я боюсь, что Таня, Таня, держись, я ее подбадриваю морально, что я боюсь, что она может просто не выдержать, сломаться в моральном плане. Это очень огромный стресс, это очень тяжело. Я через это просто прошла, я знаю, что это такое, я из этого вылезла. И честно скажу, ну в какой-то мере я переродилась, пережив эту трагедию в моей жизни. Я просто понимаю, что у нас есть с вами шанс нашими общими силами не допустить трагедии в этой семье, чтобы двое детей не остались без папы и Таня не осталась без любимого человека, понимаете? Вот это в наших с вами силах. Я хочу, чтобы вы по мере своей возможности смогли помочь. И мне кажется, если вы не можете финансово делать, а не в деньгах, перейдите на ее странички, напишите ей лично о том, что просто поддержите человека добрым словом, потому что просто морально ей тяжело. И одному человеку это морально вытерпеть, находясь... Она любит Марморис, Турцию, она здесь как, ну, второй ее дом. Она как бы ассимилировала здесь, ее все устраивает. Я про то, что это все равно, это не родина твоя, где у тебя мама, папа, братик, сестренка, кто-то, да, кто тебя морально поддержит. Да, у мужа есть родственники, они помогают, но вот эта ячейка семейная, да, вот это горе на ней одной фактически находится сейчас. Вот. Я просто прошу вас помочь хотя бы морально человеку просто поддержать добрым словом, дать ей просто энергии, заряды, сил на эту борьбу. И, скажем так, самое-то страшное вопрос там в 100... Если округлись, то 12 тысячах лир. И человек может жить. Можно попробовать его спасти. И вполне возможно, люди, врачи дают хорошие прогнозы, то есть это лечение должно подействовать. Но дело тупо вот в финансах. Поэтому я оставлю все реквизиты, ссылки под этим видео. Я просто буду благодарна, если вы пройдете этим, поинтересуетесь и просто поддержите их семью. Я не говорю уж о финансовой помощи, не каждый может это сделать, но просто морально Таню надо поддержать. Потому что никто от нас не застрахован. И вот не так давно, в январе у меня, помните, было видео о хирурге-онкологе, который умер от рака, желудка в Питере, помните, да? И он узнал об этом, да, на последней стадии. Вот это тот случай, когда очень похожие заболевания, но мы можем спасти этого человека. Поэтому извините, что я заняла эфирное время, вы открыли это видео, если оно вам не понравилось или еще что-то, но кто этого еще не переживал в своей жизни, я вам желаю, даже врагу не пожелаю это пережить, я желаю, чтобы вы с этим не сталкивались, с такими проблемами. Но я это пережила на своей шкуре. И поверьте морально, это не каждый человек сможет такое горе и такой удар пережить, вынести и помочь своему ближнему человеку. Так что я вас всех прошу поддержать, Таню. И не знаю, я вам гарант того, что да, это реальная история, это все по-настоящему, я знаю этого человека лично, я вас заверяю, что там нет никакого обмана. И это абсолютно честная история. И все эти 7 месяцев Таня скрывала, она не рассказывала особо уже о операции, о какой они ситуации находятся. И просто когда я почувствовала, почему-то внутри, что ей нужна моя помощь, я ей написала об этом. Говорит, Таня, тебе поискать, может быть, онколога в Стамбуле. У меня была мысль просто, как я могу помочь. У меня здесь есть знакомые. И она мне тут же ответила, она ждала этой помощи, и она тут же откликнула, сказала, да, нам любая помощь нужна, потому что мы уже достигаем дна вот этого морального, уже дальше некуда, мне очень тяжело. Я поняла, что она уже не может справляться с этим, так что, ребята, пожалуйста, прошу остаться небезучастными и помочь. Кто чем может, хотя бы добрым словом, вниманием. Но лучше всего, конечно, если у вас есть возможность, я говорю не только о финансах, у вас есть какие-то знакомые, хорошие онкологи здесь, в Турции, какие-то доктора хорошие, какие-то центры помощи, которые могут их семье помочь в этой ситуации. Дайте контакты, напишите Тане лично, пожалуйста, она для всех вас открыта. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Всем пока.